С вами вновь программа «Женский клуб». Они притягивают взгляд и греют душу. Ювелирные украшения приветствуются на любом торжестве. Компании «Золото России» знают о них все. Наш салон рад представить новую изысканную коллекцию с камнями, которые удивляют, восхищают, обольщают. Камни эти известны человечеству уже многие тысячелетия. А вот выглядеть современно и многоцветно им помогает тесное сотрудничество ювелиров и ученых. Кто бы мог подумать, что самый распространенный в украшениях полудрагоценный камень-гранат может быть настолько разным. Гранат – камень влюбленных. Так иногда его называют. Он призван рождать сильнейшие страстные чувства. Кроме этого, он по преданию дает неограниченную силу и власть, питая человека энергией. Цвет камня может быть различным. От светло-красного до бордового. А его необработанные кристаллы своей формой напоминают зерна всем известного фрукта – граната, благодаря которому ювелиры так и назвали этот камень. Камень неприхотлив. Его легко мыть и чистить. Зато очень боится резких перепадов температур. Поэтому хранить его нужно в закрытом от солнечных лучей месте. С уверенностью можно сказать, что изделие с гранатом – это украшение для всех женщин – блондинок и шатенок, брюнеток и рыженьких. Камни деликатные и утонченные. Радуют взор своим блеском и цветом. Их приятно держать в руках. Они идеально вписываются в жизнь города. Серьги и кольца, колье и браслеты с данным драгоценным камнем популярны и любимы многими. Подходят как на каждый день, так и на выход. И я уверена, познакомившись, вы не захотите с ним расставаться. Мы ценим красоту граната и надеемся, что вы полюбите его так же, как и мы. И независимо от того, какие украшения вы предпочитаете, главное, чтобы драгоценность была по душе. Тогда она обязательно будет к лицу. Ну, чтобы блеск камней подчеркивал ваши достоинства, не стоит забывать о красоте внешней. Многие считают, что красота и здоровье идут рука об руку. О красоте волос мы поговорим с Денисом Байкаловым. Процедура биоревитализации – это как волшебный ключик для женщин в весенний период. Белково-аминокислотное восстановление волос позволяет полностью восстановить структуру волос, изменить их текстуру, сделать волосы более упругими, шелковистыми. Витаминки полезно влияют на волосы, придают глянец волосам, делают волосы более пластичными. То, что нужно девушке весной. Поэтому эта процедура подойдет как нельзя лучше для нашей модели. Процедура делается порядка 40 минут и очень доступна по ценовому диапазону. Процедура является накопительной. То есть, если делаешь процедуру 2-3 раза, результат сохраняется до 2-3 месяцев. Процедура состоит из нескольких этапов. Первое – мы диагностируем волосы, подбираем препараты, которые будут оптимальны для данного типа волос. Идет мытье волос, потому что в процессе мытья щелочное воздействие открываем кутикулярное полотно. Дальше уже подбираем необходимый лечебный состав. То есть, у нас может быть сыворотка, может быть маска. Наносим. Дальше в процессе участвует либо паразон, либо ультразвуковой прибор, который позволяет максимально глубоко внедрить белок внутрь стержень наших волос на уровень кортекса. После чего идет споласкивание, наносится защитный продукт и делается укладка. После данной процедуры рекомендовано не трогать волосы в течение суток. Потому что идет полное восстановление еще какое-то время. Продукт еще работает внутри волоса. Сегодня в гостях у женского клуба представитель творческой профессии. Спешу вам представить гуру фотографии Алексей Цыганко. Добрый день. Здравствуйте. Я знаю тебя как прекрасного оператора, монтажера. Более 10 лет работал на телевидении. Когда ты решил заняться фотографией? Фотографией я занимаюсь всю жизнь. Сколько я себя помню, начиная черно-белую пленочную фотографию, был перерыв, наверное, лет 10, где фотографией вообще не интересовался. В итоге опять вернулся. Почему? То есть, так скажем, с телевидения перешел на фотографию. Сама по себе, собственно, сама картинка, сама фотография, то есть, это, ну, намного сложнее, ну, именно мое мнение, нежели чем видео. Потому что сейчас в современном мире, то есть, фотографий стало очень много. То есть, мы открываем там социальные сети, то есть, смотрим потоки, большие потоки именно самих фотографий. И получается так, что просмотром, скажем, одной фотографии уделяем, ну, если бы мы секунду посмотрели на фотографию, то это уже здорово. Вот, обычная, очень-очень быстро. Ну, вы вспомните сами, как вы смотрите фотографии в социальных сетях. Вот. И весь смысл сейчас фотографии такой, чтобы, смотря на изображение, мы могли придумать какой-то сюжет. Коммерческой фотографией начал заниматься с 2010 года. Ну, то есть, коммерческая фотография – это тогда, когда начал зарабатывать деньги, то есть, это съемки различных мероприятий, свадеб и так далее. С 2010 года мы открыли фотошколу. Первая, так скажем, фотошкола – это была, ну, может быть, просто поделиться опытом своим. Ну, то есть, так как опыта, в принципе, хватало, тогда, даже, в принципе, 7 лет назад, так скажем, у людей возникало множество вопросов при обработке фотографии, то есть, как это все делать, как вообще снимать, зачем вообще нужен именно зеркальный фотоаппарат, и чем он отличается, собственно, от цифрового фотоаппарата. Сейчас фотошкола, в принципе, переросла в такой хороший, мощный продукт, где полностью все структурировано за 7 лет. Ну, если честно, я не думал, что я вообще смогу когда-либо преподавать. То есть, это все произошло, в принципе, само собой, и вся программа, которая на сегодня существует в фотошколе, она именно сделана годами, то есть, за 7 лет мы ее постоянно меняем, адаптируем, то есть, для такого адекватного восприятия. То есть, не надо быть, там, образованным человеком, начитаться интернета, то есть, знать какие-то термины, то есть, можно просто прийти, там, с ноля и простыми словами получить те знания, чтобы получить, собственно, само изображение. Как ты можешь объяснить сегодня невероятную популярность фотографий? Такое ощущение, что все хотят научиться фотографировать. Как сказать, фотография, она сегодня, скорее всего, наверное, она, прочее, модна стала, модна тем, что мы делимся информацией именно в виде фотографии. То есть, допустим, те же самые социальные сети, там, возьми Инстаграм, то есть, он, в принципе, построен на одной фотографии. Вообще, как бы, фотографией занимаются люди, ну, именно, по моему мнению, в принципе, для двух причин. По двум основным причинам. То есть, это первое, скорее всего, для денег, чтобы заработать деньги фотографии. Второе, чтобы, ну, получить какую-то, там, хотя бы маленькую, но славу. Звучит, конечно, может быть, как-то, ну, очень жестко, но объясню, почему. То есть, ну, то есть, неважно, возьми любого человека, он, там, загружает фотографию, там, в Инстаграм, неважно, и смотрит, да, то есть, и получает на нее, там, в час 500 лайков. Ну, у него же в душе, как бы, ему приятно, да, то есть, его изображение нравится людям. Или, допустим, такая же ситуация, загружают фотографии и ноль реакции. То есть, соответственно, у него обида. Значит, его что-то мотивирует сделать хорошее изображение, и чтобы оно понравилось. Потому что, в противном случае, бы люди бы фотографировали и вообще бы не обращали на это внимание, что они фотографируют. То есть, тем самым, что у кого-то что-то получилось, у кого-то, как бы, он, вроде, фотографирует то же самое, оно не получилось ничего. Вот, ну, и, как бы, вот эта мотивация, то есть, быть лучше, быть, наверное, там, более творческим, не знаю, то есть, видеть изображение, это тоже очень хороший такой мотиватор в сфере фотографии. Какими качествами должны обладать люди, которые, вот, ты скажешь, к профессионалу, о, да, вот будет из него толк там? Допустим, ну, у человека что-то не получается, и он начинает говорить, блин, мне это не дано, да, то есть, ой, я там не вижу. Это все вообще чепуха, то есть, каждый человек сможет научиться фотографировать, каждый человек может научиться видеть, то есть, светотеневой рисунок, композицию и так далее. На самом деле, то есть, это просто обыкновенные правила, которые нужно просто уметь применять. Вот и все. Есть ли у нас в городе какое-то сообщество фотографов? Может быть, вы встречаетесь, обмениваетесь опытом, что-то там планируете? Вообще, что касается, допустим, фотографа Убийска, я не знаю, как так повелось, что особо никто ни с кем не общается, то есть, что касаемо вообще в плане фотографии. То есть, те фотографы, кто зарабатывают, ну, скажем, деньги там на свадебные съемки, отдельно есть фотографы, которые, допустим, там снимают детские садики или школы, то есть, ну, может быть, они, конечно, собираются с какими-то там маленькими тусовками, но что-то такого большого, обширного, то есть, обмена там опыта, вообще общения между собой никогда не было. То есть, я вот сколько помню, допустим, там с 2010 года занимались коммерческой фотографией, ну, отношения так, привет, пока, ну, и как бы узнать что-нибудь по фототехнике, если вас интересует. Общение по творчеству, да, то есть, как ты это снимал, как там ты ставил свет, то есть, потому что, ну, такие вот моменты никто никогда не делится. Какие сегодня новые идеи, чем будешь удивлять, над чем работаешь? Могу поделиться тем, что мы сейчас планируем запустить курс мобильной фотографии, и, как бы, в данный момент я набираю портфолио именно фотографий, которые сняты именно на телефон, то есть, сняты на телефон, обработаны на телефоне, и я вас уверяю, то есть, они будут выглядеть лучше, чем, там, скажем, на зеркалку. Вот, на самом деле, это можно все сделать, просто, самое главное, фотография вообще, в принципе, это что? Это свет и тень, то есть, а на что это снято, абсолютно не важно. Не могу не спросить про еще одно твое увлечение, это мотоциклы, это что, дополнительный адреналин или, ну, так скажем, просто веселое времяпровождение? Пять лет назад я купил себе мотоцикл, ну, купил, потому что, потому что очень хотел купить, вот, когда-то в детстве были мотоциклы, то есть, это еще те старые, там, восходы ежи и так далее, большой перерыв, также без мотоцикла, ну, и как бы с этого все и началось. Так получилось, что последние, там, три года я устраиваю совместно с ребятами, с молодыми ребятами, то есть, это открытие-закрытие сезона, то есть, это сбор мотоциклистов и так далее. Вот, а сам лично, вот, уже, наверное, второй сезон я перестал ездить по улицам, то есть, я себе собрал, собственно, на мотоциклы, которые предназначены именно для площадки и занимаюсь только на площадке. Берутся обыкновенные стоковые мотоциклы и, собственно, переделывают таким образом, чтобы он мог падать и ничего с ним не случалось, потому что на тренировке, ну, до последнего раза выезжал, то есть, было три падения, то есть, упал мотоцикл, ты его поднял, поехал дальше, чтобы, как бы, не получалось так, один раз упал и его уже надо чинить. Ну, соответственно, ты себе, получается, собрал. На самом деле, уходит, то есть, ну, вот, последний проект у нас был, собирали мотоцикл по стандрайдинг, там, на сбор его, на комплектацию, на тюнинг ушло столько же денег, сколько стоит, собственно, и сам мотоцикл. Что касаемо соревнований, то есть, даже для Сибири, то есть, стандрайдинг, он здесь очень слабо развитый. Что ж, спасибо за интересную беседу. Я думаю, телезрителям стало понятно, что творчеством можно заниматься до работы, после работы, а иногда увлечение перерастает в бизнес. Обращайте внимание на свои способности, развивайте их и смотрите программу «Женский клуб». Благодарим за помощь в создании программы «Кафе Панорама» улица Шишкова-2. Образ ведущей от стилиста и визажиста Елены Оглесневой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова